Трудные места Писания с библейским порталом Экзегет. Первое послание к Коринфянам апостола Павла, 13 глава, моя любимая, уверен, что у многих она любимая, про любовь. И к девятому стиху поступил вопрос от одного из наших зрителей. Ну вот смотрите, если начать немножко раньше. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познам. И вопрос. Говорит ли апостол Павел о полном упразднении современного знания, противопоставляя теперь и тогда? Означает ли, что в своих эсхатологических ожиданиях изменится его представление о Боге? Эсхатология, ну то есть то, что относится к завершению земного мира и к некой новой реальности, которая установится тогда. И как я понимаю этот вопрос, что же получается, что сейчас Павел знает все неверное, неточно и неправильно? И это знание будет упразднено? И тогда получается, что добрая половина Нового Завета, его послание, это все неверное, неполное, частичное? И ему предстоит как-то сильно измениться? Знаете, я думаю, что мой ответ – да. Да, и это удивительно. Очень много есть религиозных проповедников и деятелей самых разных религий, которые настаивают на том, что они изрекают истину. Ну, может быть, не всю, но, может быть, неполную, но истину. В некотором законченном совершенном виде. И вдруг Павел сравнивает себя нынешнего с младенцем. Вот представим себе, какими мы были, когда нам было там три годика, да? Ну, примерно три, неважно, сколько именно. Мы же что-то понимали, мы же что-то говорили. И часто родители умиляются, записывают за своими детьми, потому что, ну, они немножко смешно иногда говорят, язык они по-своему коверкают. Но самое смешное, что они воспринимают мир каким-то очень сказочным образом, да? И поэтому у них представления об этом мире забавные очень. И родители его исправляют. И Павел сравнивает себя с таким младенцем. Он вообще-то пишет к общине Коринфян, которую он основал, которую он теперь наставляет, с которой он разбирает очень многие важные вопросы. Вместо того, чтобы сказать, я-то точно знаю, слушайте меня. Он говорит, вообще-то все, что я вам говорю сейчас, это младенческий лепет в сравнении с тем, что нас ожидает. Мне кажется, это именно так. И одна из самых удивительных вещей, которая встречается у людей подлинно и глубоко верующих, у Павла, безусловно, это способность к удивлению, готовность к удивлению. Вот фарисей, начетник, он такой, знаете ли, знающий абсолютно все человек, который на любой вопрос даст ответы, который очень строго обругает того, кто не знает этого ответа или дает другой ответ на данный вопрос. Но в любом случае его знание, оно абсолютно совершенно непреложное и так далее. А человек, который верит глубоко и лично, который с Богом в каких-то своих очень отношениях, он себя действительно ощущает младенцем перед этим Богом. И он действительно не гордится своим знанием. Можно и порадоваться ему, да, как идет ребенок первой класса и радуется первым хорошим отметкам, да. Но прекрасно же понятно, что это лишь очень малая часть того, что предстоит узнать. Это очень такое еще детское восприятие этого мира. И Павел говорит, да, это все так сейчас. И интересно, что эти слова, они появляются именно в 13 главе, которая есть гимн любви. Потому что здесь он в каком-то смысле противопоставляет знание и любовь. И он не говорит, что знание это плохо. Он говорит, что знание это вторично. А по сравнению, прежде всего, с любовью. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.